Меня зовут Валерий Валерь Зюганов. Я ведущий научный сотрудник в Российской Академии Наук в Институте Биологии и Развития. Закончил биофак МГУ по специальности гидробиология, генетика и по военно-медицинской специальности паразитология и эпидемиология. Я расскажу вам, уважаемые коллеги, о нашем новом, но относительно новом, мы его разрабатываем еще с 1996 года, продукте, который называется Артикрона. Это продукт, где три в одном смешаны вытяжки из нестареющих животных в сверхмалой концентрации. Фактически, это информационный отпечаток эликсиров молодости, который мы нашли в живой природе. Значит, как пользоваться этим продуктом? Им пользоваться не просто, а очень просто. Берете дозу на примерно 10 суток в этом пузырьке, она стерильная вода. Берете, покупаете в аптеке стерильный одноразовый шприц, отгибаете колпачок простым образом, набираете нужное количество вам. Ну, в данном случае на литр воды я отбираю приблизительно 5 мл продукта. Так, вот таким образом, чтобы оставшаяся часть оставалась стерильной, можно будет положить в холодильник и дальше сохранять. Затем, воду, которая вызывает у вас доверие, в данном случае это витель, но не важно, я в последние годы предпочитаю пользоваться артезианской водой. Растворяете наш продукт и обязательно встряхиваете 20-30 раз, так, чтобы пузырьки воздуха способствовали равномерному распространению информационной волны по всей площади, по всему объему. А дальше можно пить в течение дня, ночи, когда вам удобно. Я, например, держу его у себя в машине, когда мне хочется, делаю несколько глотков. Информация постепенно идет по межклеточной жидкости и уравновешивает наш иммунитет, нашу нервную систему, приводит в порядок нашу эндокринную систему. Теперь, что касается принципа. Ну, задавай вопрос. Ну, хотелось бы поподробнее насчет того, как он действует. На что в первую очередь? На головной мозг или сразу на эндокринную систему? Всю вот эту машинерию, как он действует? Вот как раз на уху немножко. Действует данный препарат прежде всего на головной мозг, на гипоталамо-гипофизарную систему. Даже точнее, эпифис, гипоталамус, гипофис. Это управляющая система, наш бортовой компьютер мозга. Мы спим, а в это время идет лечение. Вы когда спите, вы же переворачиваетесь несколько раз во сне. А если бы вы не переворачивались, были бы пролежни, однако. Это все управляет гипоталамус. Тургер мыц, кровяное давление, аппетит, жажда. Около 30 функций. Так вот, вещества, которые содержатся в этом пузырьке, воздействуют прежде всего на управление мозгом, то есть гипоталамо-гипофизарную систему, а также на все ткани. А их, как известно, 206. Значит, в отличие от... Ну, и мы позиционируем, естественно, как выяснилось за многие годы исследования, это не просто геропротектор, который тормозит наше старение. Это еще и нормализатор нашей эндокринной иммунной системы и нервной. Это три системы взаимосвязаны. Значит, откуда все взялось? Ну, вы знаете, что геропротекторами занимается во многих странах много ученых. И у каждого свой подход. Вот, одни специализируются на пептидах, другие на витаминах, третьи на антивитаминах, кстати, есть и такая штука. Но, я считаю, пусть все цветы цветут на грядке, я сейчас не буду критиковать их подходы, хотя у каждого есть свои плюсы и минусы. Я исходил из такой простой вещи. В природе, в конце концов, проблема задержки старения, омоложения решена уже давно. Решена она еще со времен динозавров. Они, кстати, тоже были нестареющие животные. И вот сейчас осталось всего буквально полтора десятка видов нестареющих животных. Кстати, они достойны того, чтобы их назвать поименно. Вы представьте себе, насколько это мало. На Земле существует полтора миллиона видов животных. Если мы возьмем 10% от них, это будет 150 тысяч. 1% 15 тысяч. И одна тысячная процента всего 15 видов есть их. Это некоторые виды кораллов. Это коралловый лосось, рыба. Это морской каменный окунь. Все они живут за 200 лет и больше. Из моллюсков это наша речная жемчужница, которая в России в основном осталась. Морской моллюск тридакна. Морские ежи, морские огурцы, черепахи. Некоторые виды огромных, в основном морских и сухопутных. Ну и голубой кит. Все. Изучать скоро будет нечего. Исчезли они в основном из-за целей на сувениры, сборы, хищнический отлов и так далее. Так вот, я несколько видов таких подробно изучил и пришел к выводу. Смотрите. Вывод такой. Что все, что хорошо для рыб, что лечит рыб, лечит и человека. Вот, если мы обратимся к этому рисунку, пожалуйста. На английском языке, неважно. Есть такой биогенетический закон Мюллера Геккеля. Звучит он мудрёно, но достоин того, чтобы его упомянуть. Называется он так. Онтогенез повторяет филогенез. Говоря простым русским языком, в индивидуальном развитии с огромной скоростью проходит память нашего эволюционного развития. Когда-то рыбы, наши предки, 500 миллионов лет назад. Смотрите. У рыбы есть жабры и хвост. У рептилии те же самые жабры и хвост. У птицы хвост и жабры. И за родость человека в двухнедельный и трёхмесячный срок также проходит стадию жабры и хвоста, которые позже рассасываются. То есть все древние системы, управляющие нервные, эндокринные, иммунные, у нас тоже записаны в генетике. Поэтому я искал в мире природы, в мире животных, существа, организмы, которые умеют лечить рыб. У всех на слуху, те, кто с подводным плаванием знаком, это рыбы, которые лечат скатов. Специальные рыбы, которые эктопаразитов склёвывают. И скаты собираются на определенных местах, на отмелях коралловых, где рыбки с них... Это вы слышали, наверное. Но затем я изучал семейство колюшковых, такое очень интересное семейство маленьких рыб, которые повсеместно распространены в северном полушарии. И которые тоже в этом препарате. Да, да, да. Там вот есть лукания парва, такая рыба, которая тоже эктопаразитов счищает. Но я обратил внимание на такую штуку. Есть специальный механизм, когда самец, вот этой колюшки, охраняя икру, проводит так называемый естественный отбор. Он отбирает потомство слабое и сильное. Сильное выживает, а слабое он отбраковывает сам. Как он это делает? Очень интересно. Это я еще установил на своей курсовой работе в далеких 70-х годах. Значит, мы... Вот обратите внимание на этот слайд. Самец строит гнездо из растительных остатков. Он вынужден строить на мелководье, на иллистом дне, где неблагоприятная химическая обстановка. Здесь и аммиака, сероводород и многие другие газы вредные. Но делать нечего, над хищников уходит таким образом. Самка откладывает икру. Самец затем ухаживает за этой икрой. За каждой икринкой буквально. Он что делает? Его почки вырабатывают специальный секрет. Они прекращают работать как осморегуляторный орган, то есть как солевой обмен. Это кишечник берет на себя эту функцию. А почки самца колюшки превращаются в такую биологическую фабрику по выработке специального вещества. Набор веществ, мукус. Он струей выпускает из мочи полового отверстия, хватает ртом и обрабатывает буквально каждую икринку. Здоровые икринки никак не реагируют, чуть-чуть быстрее развиваются. А икринки, которые уродливые, которые неправильно развиваются, которые мутанты, которые уже начали подвергаться атакам грибков, они в развитии останавливаются от воздействия этого вещества. То есть, фактически вещества вот этого мукуса посылают эмбрион, зародыш на самоубийство. Поэтому через 2-3 недели из здоровых икринок выклевываются мальки и уплывают. А эти побелевшие икринки, остановившиеся в своем развитии, самец по цвету их видит и по запаху. Он их съедает и загоняет в следующую порцию. Валерий Валерьевич, можно ли сказать, что икринки, в общем-то, подобны к клетке? И если они мутированные икринки, это как мутированные клетки. То есть, атипичные раковые клетки, которые как раз при помощи мукуса этой рыбки уничтожаются. Конечно, совершенно верно. Потому что вначале-то зародыш состоит буквально из двух клеток, из сперматозоида и яйцеклетки, а затем, естественно, зародыш многоклеточный. Но это ранние стадии развития. Позже выяснилось, что вещества этого мукуса воздействуют благоприятным образом на уничтожение так называемых низкодифференцированных видов онкологических заболеваний. Известно, что рак, онкологические заболевания делятся на низкодифференцированные и высокодифференцированные. Так вот, высокодифференцированные, в общем-то, легче лечатся, чем низкодифференцированные. Когда вот такое название «бластома», ну это «бласт» это зародыш по латыни, то врачи хватаются за голову, потому что низкодифференцированный рак может стрельнуть куда угодно в организме. И вот больше всего вещества вот этого мукуса, как выяснилось позже, после наших опытов на различных видах животных, именно эффективно стопорить метастазы низкодифференцированного вида рака. Теперь... Вопрос, вот вопрос. Попросился вопрос. Это вот как раз вы говорите о первой составляющей этого препарата Арктика Лакрона. Ну там, говорят, еще какое-то второе составляющее, очень любопытное. И третье. И третье? И третье. Ну вот про второе мы слышали, это моллюск, а про третье даже не слышал, расскажите. Да. Значит, коротко про моллюск, уже про высокодифференцированные нарушения развития. Значит, мы использовали вторую составляющую, то, что обнаружили в природе. Значит, первое, это родители рыбы лечат потомство. Так, второй вид, это прямой симбиоз между моллюсками и рыбой. Значит, как известно, лосось после нереста погибает. В него включается программа быстрого старения. Ну, эта программа старения довольно хорошо известна и ихтеологам, и физиологам, и геронтологам. В двух словах, гипоталамус в головном мозге начинает работать в разнобой, посылает неправильные сигналы на гипофиз и надпочечники. Надпочечники выбрасывают гормоны стресса. Гормоны стресса поражают иммунную систему, и рыба заканчивает инфарктами, инсультами, язвами, опухолями и болезнью Эльцгеймера. Все как у человека, только очень быстро. Но, если рыба приплыла в нужное время, в нужное место, там, где есть колонии жемчужницы, то жемчужница чувствует, что приплыл хозяин. Это для потомства жемчужницы как хозяин, а не как паразитики маленькие. И выбрасывает самка, вот самка, выбрасывает на рыбу мелкие микроскопические, 50 микрон диаметром, личинки своих, называется глохидии. Которые цепляются за жабры рыб, и затем они в рыбе 11 месяцев растут, питаются, вырастают. И потом через 10 месяцев покидают рыбу и снова превращаются в взрослые животные, живут там 200-250 лет. Но рыба им нужна всегда для размножения и для развития зародыша. Паразит, да, конечно, паразит растет и питается. Но чем паразит платит? А тем, что он отключает программу старения у рыб, омолаживает ее. То есть рыба, вместо того, чтобы умереть в возрасте, скажем, 4 года, может жить каждый раз, она заходит в реку, где колонии жемчужницы, и каждый раз у ней автоматически продлевается жизнь на год, еще на год, еще на год. Одним словом, каждому такому посажителю. Да, поэтому вот этот симбиоз, который моя группа, ну, что называется, раскрутила с 80-х годов, это источник, второй важный источник нужных веществ, которые будут предотвращать старение употребителя. Ну и последнее, я вынужден сейчас коротко говорить из-за дефицита времени, и последний источник, назову, который мы сделали эксклюзивно для лакроны. Это симбиоз между рыбкой, вот мы ее, видите, голова высунулась, и морским огурцом из класса галатурии, из-за глокожих, типа глокожих. Так вот, картина, конечно, необычная, да? Внутри галатурии живет жемчужная рыбка. Значит, этот феномен мы несколько лет назад обнаружили в Индийском и Тихом океане, в ходе наших исследований на Мальдивских островах, Таиланде, Индонезии. Значит, что происходит? Оказывается, не все огурцы морские, которых, кстати, китайцы используют еще тысячелетия для своей китайской медицины. У них люди едят морские огурцы для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и половых дисфункций. Я специально ездил в Сингапур и Гонконг собирать информацию об этом лечебном действии. Так вот, а мне китайские коллеги подтвердили это. Но китайцы даже не догадывались об этом симбиозе, который, ну, первые российские исследователи, то есть наша группа изучила, а затем мы совместно с бельгийцами. Статья есть на нашем сайте в разделе «Жемчужные симбиозы в Арктике» и «Тропиках» можете почитать в разделе «Научная литература». Так вот, что оказывается, рыбка охотится по ночам на кораллах, покидает огурца. Когда она заканчивает свою охоту, часто там заканчивается дело драками, ранами, она проникает к своему хозяину, и он ее залечивает. Она живет там у него в легких, в жабрах. То есть, помните предыдущий вариант? Жемчужница живет в жабрах рыбы, беспозвоночная живет в жабрах рыбы. А здесь наоборот, рыба живет в жабрах беспозвоночного. Как будто чья-то шутка, тот, кто создавал фауну, придумал. При этом везде присутствует жемчуг, поцелуй жемчуга. Значит, ну, будем так называть, создатель пометил антираковое существо, пресноводную жемчужницу российскую, да, которая долгожитель, пометил вот этим шариком перламутровым, чтобы люди, ну, старались найти, быстро находили, потому что это привлекает людей, драгоценный камень. Обратили внимание и использовали эти свойства. Но, к сожалению, неразумные люди взяли и перерезали в средние века, и в Испании, и в Германии, и в Англии, везде-везде, по Европе, перерезали бедолагу эту жемчужницу. Осталось только в России. И то из-за того, что дорог у нас мало, а не из-за того, что жалели. А также он пометил в Индийском и Тихом океане, в тропиках, наоборот, жемчужную рыбку, она такой тоже перламутровой, чтобы обратили внимание, что с ней происходит. Так вот, оказалась феноменальная штука. Мало того, что морской огурец, он, кстати, не стареющее животное, он живет тоже очень долго и умирает вовсе не от старения, а от слишком больших размеров, когда ему трудно ползать, потому что он песок ест. Ну, органику, которая в песке содержится. Так вот, мало того, что жемчужную рыбку лечит вот этот хозяин огурец от РАН, когда происходит размножение, и личинки вот этой рыбки расселяются по рифу и всасываются вот это в отверстие огурца, они длинные, у них позвонков около 90. За две недели выделяют вещество огурец, которое приводит к апоптозу, то есть к самоубийству лишних клеток у этих рыб. И позвонки становятся из 90, 30, 60 позвонков рассасывается. Что тоже навело нас на мысль, что когда пришло уже нужное время, можно воздействовать веществами, активирующими вот этот апоптоз. Значит, мы выяснили, да, при этом вот этот морской огурец ядовит для всех других рыб. Он выделяет эти вещества только для своего сожителя, который, кстати, внутри тоже уничтожает у него паразитов. Там хитрая система. Так вот, это три в одном как раз у нас и приводит к тому, что хорошее профилактическое геронтологическое действие. Теперь последнее. Значит, почему мы пришли к гомеопатическим концентрациям? Сейчас я продемонстрирую. А, вот это вот как раз у меня в руках как раз вот этот вот огурец, стихопус хлоранотус, внутри которого живет эта жемчужная рыбка в тропиках. А вот что делает этот огурец, когда нападают на него враги. Морская звезда или креветки, или головоногий моллюск, или рыба. Он выпускает клейки, ядовитые нити, которые заклеивают буквально хищнику рот. Она забывает про огурца и в панике убегает наружу. Так что он не такой безобидный, как покажется на первый взгляд. Значит, самым серьезным лечебным действием обладает концентрат, который мы получаем вот из всех этих трех ситуаций в животном мире. И концентрат этот, для того, чтобы стерилизовался и сохранялся в порядке несколько лет, мы помещаем в растворитель коньяк пятизвездочный, высококачественный. Ну вот на этот препарат у нас есть соответствующие патенты, сертификаты и так далее. Но, к сожалению, поскольку это ручная работа, мне приходится все вручную делать, микродозами получать из животных, причем у нас никто не погибает из животных, доноры остаются целиком здоровыми. Несколько лет назад нам пришла в голову мысль разработать препарат, который бы можно было штамповать в больших количествах, нежели несколько сот в году. Чтобы большее количество нуждающихся людей могло с такой же эффективностью пробовать и выравнивать из себя иммунитет. И мы как раз разработали первоначальный вариант, назвали его гомеопатический вариант эликсира Арктика. Хотя, строго говоря, это не гомеопатия, потому что гомеопатия это лечение подобным, а здесь лечение совсем другим продуктом. Я имею в виду концентрации гомеопатические, 10-12 степени. Это что означает? Это означает, что одна молекула действующего вещества растворена в 100 миллиардах молекул воды. Но несмотря на такое разведение, оно все равно сохраняет свое действие, поскольку действие здесь переходит на информационный уровень. Более того, чем выше разведение, тем четче это действие. Я пришел вообще к пониманию того, что вот такие сверхмалые концентрации имеют рабочее действие, опять же, из своей практики ихтеолога. Я могу в двух словах рассказать. Что меня удивило, когда я был еще студентом, вернее, не студентом, а аспирантом на Дальнем Востоке. Вот вы прекрасно знаете, когда прогноз погоды слушаете, что начинается с Дальнего Востока. Чукотка, Камчатка на юг, Охотское море, Курилы, Сахалин, Приморье. Расстояние там больше 5000 километров. Это страшная длинная дистанция. Тихоокеанские лососи нагуливаются на севере, около Аляски, Командорские острова. Вот они там рыбку едят, хищники. И затем вот эта красная рыба идет, мигрирует, расселяясь по рекам. Так вот, те, кто идут на самый юг, они проплывают равнодушно мимо 100 тысяч рек. Они идут только в ту, где сами родились и провели буквально месяц-полтора в молодости. И вот, как-то раз, стоя на Северном Сахалине рядом с ручьем, во время шторма, я удивился, вот нерестовый ручей, всего метр шириной. Вот такая маленькая глубина там, 10 сантиметров. И вот набегает очередная океанская волна, вал такой семиметровый. И из него абсолютно точно в ручей выпадает из этой волны по 10-15 штук вот этих кетин, горбуш и других лососевых рыб. Которые потом, как крысы такие, бегут вверх по ручью, нереститься. Я задумался. Ага, они плывут сюда 3000 километров. Плывут они в морской воде концентрации солей 35 грамм на литр. А в этом ручье концентрация, я замерял, вообще 50 миллиграмм на литр. Причем в основном кальций-СО3. Как рыбы, проплыв мимо 100 тысяч рек, при такой же концентрации выбрали свою? По запаху невероятно. У них нет такой химической лаборатории в носу. Тогда мне первый раз пришла в голову мысль, а ведь это волна. Это полевые структуры, поле. Только так можно. И каждая клетка в организме рыбы, она как приемник этой волны. А волну излучает вот в данном случае этот маленький ручей. Тогда все становится на свои места. Потому что практически неограниченное количество в клетку можно поместить этих приемников. Слегка настрой измените. Из этого же, кстати, я стал дальше копать литературу. Оказывается, многие птицы, многие морские млекопитающие, да насекомые, находят непостижимым образом за десятки километров там самет-самку. По запаху, как раньше считалось. Нет, по волне. Поэтому получается, что когда мы берем концентрат и правильным образом его встряхивая по гемоэпатической технологии, наводим вот эту точную волну на весь концентрат, то органин потом, получая источник волны, настраивается нужным образом и лечится. Вот и все. Ну, убедительно, убедительно. Но я вот как онкопсихолог задал бы еще вопрос такой. Существует так называемый эффект плацебо. То есть, чем больше околонаучно, тем больше регалий и так далее, и препарат будет работать. Плацебо никто не отменял. Это 25% излечения. И это неплохо. Но все-таки вопрос такой. Животные не подпадают под эффект плацебо. Они невнушаемые животные. Пробовали вы испытывать свой препарат на животных, которые не подвергаются влиянию плацебо? Ну, естественно, да. Я же все-таки доктор биологических наук. И все методики, которые по исследованиям неизвестны. Начинали мы, естественно, сначала с рыб. Не с лососевых. Ясно. Вначале колюшковых лечили, лососевых рыб. Потом, по стандартной схеме, мы испытывали на мышах с перевиваемыми опухолями, на крысах, кроликах, морских свинках. И наиболее показательные результаты у нас были на собаках. Как существо, но еще больше приближенное. По психологии даже, к человеку. На нашем сайте arcticplus.ru можно найти в разделе видеоклипы испытания на собаках служебных, которые разыскивают взрывчатку, наркотики, ружи, трупы, вот эти вот лабрадоры. Их в системе МВД тренируют с большими затратами. Чуть ли не 40 тысяч евро собака стоит натренировать на эти вещи. И они, естественно, быстро стареют, поскольку у них нервная работа. И в какой-то момент времени, убедившись на лабораторных животных, что хорошо лечат препарат, мы предложили испытать для продления молодости и рабочего времени, чтобы они раньше на пенсию не выходили, у собак. И действительно, лабрадоры там выходят 4-6 лет. Так вот, результат... Проэффициенты полезного действия продлительных. Да. Результат оказался поразительным. Что вот на этом клипе вы можете посмотреть. Отдельные, ну, продлевали, уверенно, на 2-3 года вперед активная жизнь. И вот 11-летний, там особо выдающийся у них экземпляр собаки, стал отцом в 11 лет даже. Не то, что он пенсионер. Он помолодел. Поэтому вот те животные, которые, естественно, не понимают эффект плацебо, они демонстрируют нам, что биомолекулы действуют. Хотя на людях я не отрицаю. Я могу допустить, что есть эффект плацебо. Особенно, когда у человека, приходит человек с онкологическим заболеванием, и у него усугубляется его состояние паники. И вот эту панику необходимо снять. И когда он знает, что в природе-то эти опухоли легко лечатся, он надеется, что у него тоже вылечится именно природным веществом. Поэтому от этого эффект еще более весомый. То есть почему бы не подключить эффект плацебо? Это еще одна из помощей, скажем так. Еще одна. И последний вопрос, Валерий Валерьевич. Я как бывший геофизик тоже с вами не согласен в плане того, что препарат нужно держать в холодильнике. Если вы говорите, что это полевые воздействия, а холодильник это просто электромагнитные поля, очень сильные причем. Не стоит ли держать этот препарат просто в темной тумбочке, подальше от электроприборов? А мы проверяли, в холодильнике, по крайней мере, через год после стояния действие его сохраняется. Но в тумбочке еще проще. Потому что часто же бывает так, что когда на даче или где-нибудь в полевых условиях, в байдарочном походе, в холодильнике нет, в темном месте держите и все. Ну, большое вам спасибо. Я думаю, это интересная лекция произошла. Всем здоровья. Я рад, что коллеги выслушали. Вот кому применять. Да, ну, тут вопрос со стороны, скажем так. Кому лучше всего все-таки принимать этот препарат? Я думаю, это широкий спектр людей таких, да, со всякими заболеваниями. Вы знаете, от беременных женщин, я просто говорю уже по опыту, я не могу гарантировать наперед, что все вот выпили и вылечатся. Но это было бы несерьезно. Человек изменчив, одним помогает, другим нет, понятное дело. Но по результатам прошлого и беременные женщины, и дети, начиная с двух лет, те, кто пьют, пьют эти капли. Вокруг все дети болеют ОРВИ, гриппом, другими детскими вот этими бактериальными вирусными заболеваниями. А те, кто пьют, либо слабее переносят, то есть лучше, либо вообще не болеют. И все возрасты, собственно говоря, покорны. Пока человек, как я люблю говорить, меня спрашивают, кому более полезно. Пока человек жив, пока он ходит, пока хочет жить, пока у него есть дела на этом свете, поможет. Поисковая активность пока есть, поможет. Большое спасибо, большое спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Какой-то фрагмент потом еще врежем. Вот про стресс. Еще раз про стресс. Понятное дело, что стресс – это испуг. Испуг заводит весь вот этот механизм стресса, выброс каскада гормонов. Если человек не пугается, то и каскад не заводится. Поэтому известны примеры. Вот актер Георгий Жжонов, он умер 95 лет. А в течение жизни он два раза сидел во время режима репрессивного. И в 37-м, и после войны сажали. Так вот, он прошел вот эти тюрьмы, он не пугался. И его только это закалило. У него стресс-реакции не было. Вот мой учитель Юрий Иванович Полянский тоже сидел, биолог. Тоже он прожил очень долго, за 90 лет, потому что стресса не было никакого. А у человека, у современного, у него стресс всегда есть. Даже вот, смотрите, возьмем три случая. Человек зарабатывает 10 тысяч рублей в месяц, скромный. Человек зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, богатый. И человек зарабатывает миллион рублей в месяц. Ну, воришь. Тот, кто зарабатывает 10 тысяч, он находится в стрессе из-за того, что у него мало денег. Детей кормить нечем одевать. Жена ругается, все его шпыняют. Стресс. Тот, кто зарабатывает 100 тысяч, он вырвался вроде из-под этого пресса. Но он завидует тому, у кого миллион, стремится черной завистью. Он на износ работает, чтобы капитал сохранить. Еще больше? Опять стресс. Черт, мы возьмем на уриса с миллионом. А что? А он боится потерять, что у него придут и заберут. Опять стресс. Да что ж такое? Так вот, никуда не деться. Так вот, получается такая штука. Когда мы были еще в каком-нибудь неолите, да? Тридцать тысяч лет назад наши предки охотились, собирали коренья, там, ловили рыбу, да? Еще в предцивилизационный период. Они, во-первых, ходили по 10-15 километров в день, мужчины. А женщины с детьми тоже по 5-7 километров в день ходили. Вот такая физическая нагрузка была обязательна. И когда мужик, охотник, добытчик встречался с каким-то хищником на узкой тропинке, он, у него было два выхода. Либо драться, либо убегать. И вот эта стресс-реакция, она помогла выжить нашим предкам. Собственно говоря, она нужна. В это время, во время выброса над почечниками стрессовых гормонов адреналина, кортизола, альдостерона, норадреналина и так далее, происходит выброс гликогена из печени. Глюкозой насыщается кровь, острота зрения увеличивается, давление. Все нацелено на то, чтобы физически разряжаться. И в это время организм не дурак, он иммунитет отключает своим гормонам. Потому что уже не важно, у тебя будет иммунитет или не будет, если ты сейчас сдохнешь. Поэтому энерготраты оптимизируются. Вот откуда взялось, что стресс отключает иммунитет. Но, когда человек начал драться или убегать, у него мышечная нагрузка, у него появились ферменты, которые стригут, разрезают эти гормоны стресса. Все, через полчаса гормонов стресса нет, иммунитет восстановился. Все бесследно прошло. Что происходит сейчас с этими тремя типами мужиков? 10-100 тысячи миллион. Они, находясь в постоянном стрессе, разрядиться-то не могут. Ты же не будешь драться с конкурентом или с начальником, который тебя распекает. И переживания переходят в психическую сферу. А стрессовые гормоны плавают и плавают по крови, плавают и плавают. Иммунитет отключают и отключают. Поэтому происходит замкнутый круг, петля старения-стресс, старения-стресс, старения-стресс. Чтобы это отключить, либо надо как йогу, не обращать внимания, не пугаться. Йоги долго живут из-за этого. Либо пить артикрона, у которого вещества, нейротрансмиттеры, приводят в порядок наши нервные связи. Вот выход.